Офицер Джейк и лошадь Роксана были неразлучны. Уже четыре года этим двоим доводилось каждый день вместе патрулировать улицы. Для Джейка лошадь была не просто напарницей, она была ближе родного человека. Лучший друг, если хотите, и семья заодно. С самого детства парнишка мечтал о службе в конной полиции. И вот, счастье-то привалило. Каждое утро, идя на службу, Джейк расплывался в довольной ухмылке. Знал ведь, что Роксана его там дожидается. А шестилетняя кобыла ничуть не меньше радовалась. Ох, и обожала же она свою работу. Но главное, что эти двое друг к другу присматривались. Да и сроднились. Ну просто одно целое, будто ангелам небесным составленное. Роксана характером, ого-го, ни капли ни трусиха, все тяготы работы с лихвой выдерживала. А Джейк о ней заботился, бер плюс йог как зеницу ока. Вот так, ловя преступников или в шутку с детворой катаясь. И жили они душа в душу. Беда эта случилась в обычный рабочий день. Джейк с Роксаной как всегда патрулировали улицы, оберегая покой горожан. Все шло своим чередом. Но вдруг лошадь испугалась чего-то. Дело было на оживленном перекрестке, где сплошным потоком неслись машины. От этого шумного ада Роксана совершенно растерялась. Обычно храбрая. На этот раз ее охватил настоящий ужас. Лошадь нервно перебирала копытами. Животный страх исказил ее облик. Джейк пытался успокоить напарницу. Роксана эй, все хорошо. Но было поздно. Разум кобылы полностью затуманила паника. Она резко встала на дыбы и сбросила седока. Офицер кубарем покатился по асфальту, а перепуганная лошадь умчалась прямо на проезжую часть. Кобыла ничего не соображала, лишь мчалась вперед, разбрасывая во все стороны искры из-под копыт. В это время по дороге приближался огромный грузовик. Водитель сжал на тормоза изо всех сил, но остановиться вовремя уже не мог. Произошел страшный удар. Джейк почувствовал, как сердце оборвалось. Он бросился к лошади со всех ног. Боже, что я наделал. Роксана, держись, милая. Перед ним предстала ужасающая картина. Лошадь лежала неподвижно, лишь жалобно поскуливая от боли. Слезы ручьем полились из глаз Джейка. Он упал на колени рядом, ссадив локти в кровь. Доктора, срочно доктора. Кричал он, обезумев от отчаяния. Должны же ей помочь, ведь просто обязаны. На крики полицейского примчался ветеринар, опытный специалист. Он сразу же осмотрел пострадавшую Роксану. И ситуация оказалась хуже некуда. У лошади был сильно поврежден бок, а задняя нога безнадежно искалечена. Джейк ни на секунду не отходил от своей любимицы. Он гладил ее, шептал успокаивающие слова, держись радость моя, ты справишься. Но в глубине души полицейского поселился смертный ужас. Неужели все эти годы были напрасны? Неужели судьба свела их только для того, чтобы так жестоко разлучить? Тем временем ветеринар вынес свой вердикт. С крайне опечаленным видом он произнес, извини друг, но травмы несовместимы с жизнью. У Джейка все внутри оборвалось, его бросило в холодный пот. Что значит, несовместимое? Говори прямо, черт возьми. Доктор тяжело сглотнул, единственное что остается, ее усыпить. Джейк издал душераздирающий крик, будто из него самого вырвали жизнь. Он рухнул рядом с Роксаной, забыв обо всем на свете. Обнимал ее крепко-крепко, целовал в теплый лоб. Рокси, моя драгоценная, не оставляй меня, умоляю. Но надежды уже не осталось. Видя муки Джейка, ветеринар ввел лошадки снотворные. Роксана на миг приоткрыла глаза, посмотрев на хозяина. Этим взглядом она будто говорила, прости друг мой, но я свое отслужила. Джон зацеловал ее лоб, рыдая в полный голос. А когда Роксана навсегда заснула, он разразился самыми горькими слезами в своей жизни. Эта сцена потрясла всех до глубины души. Народ вокруг стоял не жив, не мертв. У кого-то даже слезы ручьем покатились. Смотреть не было сил. Полицейский тихо выл и ревел над бедной лошадкой, обнимал ее мертвое тело. Сердце кровью обливалось. Кто отворачивался в шоке, кто замер и пошевелиться не мог. Тишина могильная, страх на всех нашел. Ну а через пару дней полицейские на своих страничках в соцсетях просто мольбу всенародную озвучили. Там они и рассказали про Роксану. Сколько себя помним, она на трудной службе народу верой и правдой служила. Больше чем просто лошадка. Частичка наша, душа команды. Самоотверженная была, себя не жалела. Ох, и тяжкая утрата для нас. Пробирает эта история. Сердце кровью обливается, когда видишь, какие крепкие узы могут связывать человека и животное. Джейк с Роксаной одно целое, продолжение друг друга. Эта кобылка была для офицера ближе родных, он готов был за нее и костьми лечь. В тот проклятый день Джейк воочию наблюдал, как лучший друг. Вторая половинка от нелепой случайности уходит из жизни. Ради Роксаны он жизнью рисковал, когда к ней мчался. А когда понял, что ничем не поможешь, он держал ее в объятиях до последнего вздоха, отдавая ей всю свою любовь и силу. Вот такие могут быть крепкие узы между человеком и животным. Джейку словно сердце из груди вырвали. Но в памяти его навек останется образ верного товарища. Дорогие друзья, если вам понравилась история обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.